МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогі друзі, сердечно вітаю! Ми зібралися в нашій студії з незвичайної нагоди, адже мені випало на долю мати честь презентувати у сьогоднішньому вечері ансамбль «Пастораль» Подільського культурно-просвітительського центру імені Миколи Реріха. І презентація ця відбувається саме сьогодні, напередодні того дня, коли усе культурне людство відзначає 10 років від дня, коли пішов із земного життя Святослав Реріх. Святослав Реріх – всесвітньо відомий художник, академік живопису, доктор мистецтвознавства, кавалерці лого ряду орденів, поміж яких він сам особливо шанував і гордився орденом музею Миколи Реріха, що у Нью-Йорку. 15 років тому Святослав Реріх запропонував утвердити міжнародний центр музею Реріхів. А ось сьогодні наш подільський культурно-просвітельський центр імені Миколи Реріха набирає сили, і при ньому утворився цей чудовий ансамбль «Пастораль». Нехай прозвучить епіграфом перша музична композиція у виконанні ансамблю. Миколи Реріха 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 Миколи Реріх Миколи Реріх который выдал все своё життя служению культуре, служению прекрасному. Творчесть Святослава Миколаевича Рериха можно поделить на три таких основных периода. Первый период – это 20-30-е годы, когда Святослав Миколаевич писал чудовие портреты, когда он мог отобразить в портретах великую глубину внутреннего состояния человека. Второй период – это живопис, пейзажи в Индии, портреты известных диячей индийского народа. Третий период начался где-то с 70-х годов. И он почти не известен шановникам творчества Рериха. Его картины почти никто не видит. Это картины, на которых Святослав Миколаевич мав возможность изобразить другой пример – это картины, которые трагично уничтожили после его смерти. С великой радостью можно сказать, что при жизни Святослава Рериха эти картины были сняты на видеокасету, и сейчас государство Индии как раз расшукует эти картины, там более 200 картин, в которых был изображен тонкий свет. Это могла изобразить только та человек, которая была достаточно высокого духовного взгляда. Святослав Миколаевич, известный как гражданский диячий. Основной миссией его гражданская деятельность была связана с объединением между народами, между странами. Он много раз приездил в Радянский Союз. Все встречи, которые были с Святославом Миколаевичем, были переповненными залами. Все хотели встретиться с человеком-легендой. В 1989 году Святослав Миколаевич запропонувал створить в Москве Громадский музей имени Миколи Константиновича Рериха и фонд имени Рериха. Таким образом, он совершил волю своих родителей, волю повернения Рериха на Руси. Вшановую память, мы сьогодні прагнемо смотреться благодаря звукам музыки, а также коротким или расширенным комментариям, у обличия великого художника, мыслителя, философа. Зараз знову звучатиме музыка, и я передам слово ведучий ансамблю «Пастораль». И это будет музыка передусім духовна, потому что первый раз в программе саме такий. Добрий вечер. Есть вечное, а есть приходящее. Творчость Святослава Миколаевича Рериха – это вечное. И вечное есть музыка, которая существует в всех проявах жизни, где натхнением есть краса. Нехай звучит в мене струна, звучит и кличе, выше и выше, лише краса, лише вона возродить нас из попелища, лише божественный порыв, усе робити краще, краще, відкриє серцю диво-здив, що нас возносить восходяще. Качині Аве Марія – солистка Тетяна Ковтуненко. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Падають зерна кришталевої музики З глибин вічності Падають зерна в душу І там, у храмі душі Над яким недосяжні високості В'ються голуби молитви Там, у повнозвученім храмі Акордами розцвітають Йоганн Себастьян Бах Арія Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok